Дагестанского модельера Дагестанского модели 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 В селе в Дагестан в Салоне и в багаже автомобиля гражданин соседнего государства пытался незаконно провести 15 грызунов. Контрабандный живой груз был выявлен госинспекторами Россельхознадзора на пропуске Ярак-Казмоляр. Владелец привозил их без документов, подтверждающих проведение профилактических осмотров, вакцинации, а также отсутствия у них каких-либо заболеваний. Отсутствие документов является основанием полагать, что животные могут представлять потенциальную опасность не только для своего рода, но и для человека. По этой причине госинспекторами Россельхознадзора принято решение о запрете их ввоза на территорию России. Новый экологический налог появится в России. О такой возможности рассказал руководитель Росводресурса Дмитрий Кириллов. На данный момент загрязнение воды заводами оплачивается, но вводимый налог, возможно, простимулирует промышленные предприятия использовать современные технологии очистки. Пять дагестанских бизнесменов вошли в список журнала Forbes, а один из них даже его возглавил. Им стал предприниматель Леонид Михельсон, уроженец города Каспийск. По оценке издания, его состояние составляет 25 миллиардов долларов. На 19-м месте известный дагестанец Сулейман Керимов. На сегодня в его копилке более 6 миллиардов долларов. А вот махачкалинец Гаврил Юшваев со своим состоянием 1,5 миллиарда долларов находится на 66-м месте. Дальше идут Игорь Юсуфов и Заявудин Магомедов. В Дагестан прибыла заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Уже много лет она возглавляет комиссию общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства. В столице известная гостья посетила интернат для слабовидящих и школу для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Это не просто так. И каждый ребенок напоминает мне о многом. И когда я с ними общаюсь, это, знаете, такое счастье, когда дети счастливые. Я ради этого живу, и я ради этого делаю все. Для вас, ребята, это пример для подражания. Я думаю, действительно, эта встреча незабываемая для наших детей. И в какой-то степени это хороший пример найти себя в жизни. Это и в творчестве, это и в семье. Возможность ознакомиться с заводом имени Гаджиева получили сегодня школьники 10 класса 37-й гимназии. В рамках акции «Дни в профессии» Общероссийский народный фронт и некоммерческая организация «Россия. Страна возможностей» планируют семь экскурсий и стажировок для старшеклассников на предприятии и госучреждения республики. По-настоящему можно понять, что из себя представляет профессия, только погрузившись в нее, заглянув в нее изнутри. Наша акция как раз позволяет не просто заглянуть в каждую профессию изнутри, но и почувствовать ее, попробовать, поучаствовать в выработке каких-то изделий, посмотреть технологический процесс, посмотреть какие инновации существуют. Ребятам показали производственные цеха и рассказали о специфике их работы. Отметим, предприятие является крупнейшим производителем и поставщиком насосной продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, а также гибких металлических шлангов и так далее. Можно понять, каким трудом рабочие, что они переносят каждый день, чтобы выполнить план свой. Да, в принципе, и своими глазами, когда это видишь, понимаешь уже, каково это, на месте рабочих, что они переносят, это жар, холод. О том, как дагестанец попался на любви к сладкому, расскажет Карина Баталова в кратком обзоре событий. Попался на шоколаде. Дагестанцы, находившегося в федеральном розыске, задержали при попытке кражи 70 шоколадок. 32-летний преступник в одном из гипермаркетов Краснодара попытался пронести мимо кассы желанные сладости, спрятал их под одежду. Но план не удался, и мужчину задержали. Добавим, он более двух месяцев скрывался от правоохранителей Кабардино-Балкарии, которые объявили его в федеральный розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве. Из Махачкалы в Тбилиси запустят прямой авиарейс. Он будет открыт с 29 июня. Чартерные рейсы будут совершаться каждую субботу авиакомпанией MyWay. Стоимость билета в одну сторону составит 119 долларов, а оттуда обратно – 148 долларов. Это около 10 тысяч рублей. Стоимость билета входит 20 килограмм багажа и 10 килограмм ручной клади. Напомним, также прямое авиасообщение планируется открыть в мае между Грозным и Тбилиси. Время в пути составит 45 минут. Астрономы впервые увидели самую древнюю молекулу во Вселенной. Уникальная летающая обсерватория «София» помогла ученым обнаружить внутри планетарной туманности в созвездии Лебедя следы ионов гидрида гелия. Они представляют собой молекулы, обладающие очень высокой химической активностью. Предполагается, что в первые десятки минут существования Вселенной в ней образовалось первичное вещество. Более 99% его приходилось на водород и гелий. Три золотые и одна бронзовая медаль. С таким результатом дагестанские спортсмены вернулись из Италии. Там в Милане проходил чемпионат мира по смешанным боевым искусствам. Дома в Махачкале призеров встречали родные, близкие и болельщики. Все подробности у Курбана Рагимова. Этот титул чемпиона пока самая значимая награда в карьере 17-летнего Рамазана Абакарова. Воспитанник Бадави Гасанова прежде уже выигрывал подобные соревнования. Однако в этом году была своя особая мотивация. Я дрался на чемпионат мира в 15-м году, в 17-м году. И там не было пояса. А вот здесь уже давали пояс, и пояс была для меня мотивацией. Соревнования прошли хорошо. Выиграл три боя. Досрочным выиграл в первом раунде. Соперники были. Первый бой провел с немцем. Второй австралиец был. И третий итальянец. Триумфу в Милане предшествовала серьезная подготовка. Два месяца, утром и вечером, спортсмены тренировались под руководством своих наставников. Усердный труд всегда окупается. Бойцы оправдали надежды тренеров. На чемпионате России выступали очень много наших ребят. Выиграли отбор. Правда, попали на чемпионат мира мало кто. Силу разных причин. Ребята готовились усердно. Два раза в день тренировались они. Готовились, пахали. И вот результат получился хорошим. Все с медалями приехали. Помимо Рамазана Абакарова, пояс чемпиона на родину привез Ахмед Шабанов. Бронзу завоевал Раджаб Хайрудинов. Он не смог продолжить турниры за травмы. А еще одно золото на счету у молодого дарования Ибрагима Раджабова. Я дрался с итальянцем. В голову бить нельзя было. Я проходной сделал, повалил его и на руку вышел. С болевым приемом? Да. Победы дагестанцев помогли национальной сборной выиграть общекомандный зачет соревнований. Всего на счету россиян 25 золотых наград. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы были новости. К этому часу еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин